Среди проявлений величия исламского шариата Кроме единого Аллаха, у которого несет товарища И свидетельствует, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник Который в достоверном хадисе сказал Я был послан с легким к исполнению монотеизмом Да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, сподвижников И тех, кто последовал за ними, искренне вплоть до судного дня А затем Бесспорно, что проявление величия исламского шариата невозможно исчислить И что одними из самых характерных чертов исламского шариата Являются наивысшая терпимость и крайние облегчение В исламском шариате нет какого-либо давления или затруднения Усложнения или отягощения При этом неуместно отрицать такое облегчение Не основываясь на мнениях некоторых экстремистских последователей ислама Которые думают, что религиозная внимательность приписывает принять крайние взгляды Что открыло перед исламской общиной дверь к фундаментализму Который смыл многочисленных людей в направлении экстремизма Под названием религиозности, осторожности и безопасной осмотрительности Таким образом, чрезмерность стала полием соперничества между ними И самым религиозным и богобоязненным среди них Являются наиболее жестокие Что указывает на их незнание величия Терпимости и облегченности исламской религии В связи с этим Всевышний Аллах говорит Субтитры создавал DimaTorzok До этого и здесь в Коране Чтобы посланник были свидетелем о вас А вы были свидетелями о людях Сур-Ахадж, аят 78 А также пророк миримого благословения Аллаха сказал Поистине данная религия легка Но если кто-нибудь начинает бороться с ней Она неизменно побеждает его Так придерживайтесь же правильного пути Приближайтесь, радуйтесь и обращайтесь к Аллаху за помощью Утром, вечером и ночью Да будет блаженцу Фиана Феври, кто сказал Только те, у кого крутость, обладают знанием А всякий может обладать экстремизмом Терпимость согласно исламскому шариату Не просто слово или лозунг Но и божественный подход и принцип Отношений между Всевышним Аллахом и своими рабами А также между людьми Всемогущий Аллах говорит Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля уса'ха Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей Суракарова, аят 286 Юриду Аллаху бикуму льусра вала юриду бикуму льуср Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения Суракарова, аят 185 Наш Господь также открывает всем своим рабам Широкие двери надежды, прощения и милости Говоря Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе Не отчаивайтесь в милости Аллаха Воистину Аллах прощает все грехи Ибо Он прощающий, милосердный Суракарова, аят 53 Твой Господь прощающий, обладающий милосердием Суракарова, аят 58 За исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянной и стали разъяснять истину Я приму их покаяние, ибо Я принимающий покаяние, милосердный Суракарова, аят 160 Кроме того, передается слов Абу Харайр, да будет доволен им Аллах Что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Сказал Когда Аллах создал все сущее Он сделал запись в своей книге Которая находится у него на троне Предписав себе следующее Поистине, милосердие мое будет преобладать над гневом моим Сообщается, что Анаст, да будет доволен им Аллах, сказал Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, сказал Аллах Всевышний сказал А сын Адама Поистине, я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил До тех пор, пока ты не перестанешь взевать ко мне и надеяться на меня А сын Адама Если совершишь ты столько грехов, что достигнув они тучи небесных А потом попросишь у меня прощения То я прошу тебя А сын Адама Поистине, если придешь ты ко мне с таким количеством прегрешений Что заполнят они собой чуть ли не всю землю Но встречь меня, не поклоняясь наряду со мной ничему иному Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи Всевышний Аллах призвал своих рабов прощать и проявлять снисходительность Во многих местах его священной книги Он, слава ему и величия, говорит Неравни Дабруизлу Оттолкни зло тем, что лучше И тогда тот, с кем ты враждуешь Станет для тебя словно близкий, любящий родственник Но не будет это даровано никому Кроме тех, кто проявляет терпение И не будет это даровано никому Кроме тех, кто обладает великой долей Сура разъяснений Аяты 34-35 Пусть они простят и будут снисходительны Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Сура свет, аят 22 Нет сомнения в том, что Кто глубоко размышляет над жизнью описанием посланника Аллаха Да благословите его Аллах и приветствует Тот убедительно осознает, что он Да прибудет с ним мир Был лучшим примером для своей общения И всего человечества В отношении терпимости и облегчения По этому поводу Аиша, да будет довольнее Аллах, сказала Если посланнику Аллаха было необходимо выбрать одно из двух дел Он всегда выбирал наиболее легкое из них Если дело это не содержало в себе греха Если же в этом деле присутствовал грех То он держался от него дальше, чем другие люди Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха никогда не мстил за себя лично Но если совершалось нечто, запрещенное Аллахом Запрещенное Аллахом То он мстил за Аллаха Давайте вместе рассмотрим некоторые ситуации Пророка, да благословите его Аллах И приветствует Связанность с его призывом на путь Всевышнего Аллаха Мудростью и добрым овощеванием Сообщается, что Анас ибни Малик, да будет доволен им Аллах Сказал Как-то раз к пророку, да благословите его Аллах и приветствует Пришел один человек, сказавший ему А посланник Аллаха Я нарушил одно из установлений Так подвергни же меня наказанию Пророк не спросил его о таком нарушении Между тем подошло время молитвы, которую этот человек И совершил вместе с посланником Аллаха Да благословите его Аллах и приветствует А когда пророк Мухаммад закончил молитву То этот человек снова сказал А посланник Аллаха Поистине я нарушил одно из установлений Так подвергни же меня тому, чего требует книга Аллаха Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, спросил Присутствовал ли ты на молитве вместе с нами Он сказал да Тогда пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал Ты прощен Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах Как-то раз, когда один бедуин встал и принялся мочиться прямо в мечети Люди поднялись со своих мест, чтобы наброситься на него Однако пророк, да благословите его Аллах и приветствует, велел им Оставьте его и велейте на его мочу ведро воды Ибо поистине вы посланы только для того, чтобы облегчать А не для того, чтобы создавать затруднения А также сообщается со слов матери верующих Айши, да будет довольен им Аллах И что как-то раз пророк, да благословите его Аллах и приветствует, принесли ребенка Который затем помочился на его одежду Тогда пророк, да благословите его Аллах и приветствует, велел принести воды и обрызгал ей это место Сообщается, что Муауя, да будет довольен им Аллах, сказал Однажды, когда я молился вместе с посланником Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует Кто-то из присутствовавших чихнул А я сказал, да помилюй тебе Аллах После этого люди стали бросать на меня осуждающий взгляд И я воскликнул Да лишится меня моя мать Что вы так смотрите на меня? Тут они принялись хлопать себя руками по бедрам И когда я увидел, что они стараются заставить меня замолчать То рассердился на них, но все же умолк А когда посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует И достанут отец мой и мать выкупом за него Закончил молиться Он обратился ко мне и не видел Я ни до, ни после него такого наставника Клянусь Аллахом, он не накричал на меня Ни удары и не обругал А только сказал Поистине, во время этой молитвы Не годится произносить ничего из того, что обычно говорят люди Молитва – это только прославление И возвеличивание Аллаха и чтение Корана Безусловно, если мы будем тщательно рассматривать Книгу нашего Господа Всемогущего И сону нашего, пророка Марьяму, благословения Аллаха Мы найдем много примеров терпимости, облегчения, простоты и мягкости Что ликвидирует любые формы экстремизма, чрезмерности и насилия От которых страдает сегодняшний мир Так, в мусульманском вероубеждении установлено, что ислам никого не принуждает принять его Однако он гарантирует свободу веры для всех людей Всевышний Аллах говорит Нет принуждения в религии Прямой путь уже отличился от заблуждения Суракарова, аят 256 Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле Развиты стал бы принуждать людей обратиться в верующих Сура Юнус, аят 99 А на счет поклонения, то пророк, мир ему, благословение Аллаха, призвал к облегчению и смягчению А также к отдаленности от строгости, говоря о людей Поистине среди вас есть и те, которые отвращают Пусть тот из вас, кто становится имамом в намазе, облегчает То есть не затягивает намаз Ибо за вами могут оказаться больные, слабые и те, у кого есть неотложенные дела А когда некоторые мусульмане пожаловались на Муаза б'Ниджабале Да будет доволен им Аллах, что он долго проводил намаз в качестве имама Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему О Муаз, почему ты искушаешь людей? Лучше бы во время молитвы ты читал клинус солнцем и его сиянием И слав имя Господа твоего и тому подобное Ведь поистине позади тебя молятся и пожалея, и слабее, и те, у кого есть какие-то дела Сообщается, что Анас иб'ни Малик, да будет доволен им Аллах, сказал Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошедший в мечеть Увидел натянутую между двух столбов веревку И спросил, что это за веревку Люди сказали, это веревка Зайнаб, которая держится за нее, когда устает от молитвы Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Отвяжите эту веревку и пост Каждый из вас молится, пока будет сохранять бодрость И спит, когда станет уставать А также передается со слов Джаби Рабина Абдуллаха Мы отправились в поездку И в одного из нас попал камень, разбив ему голову Во сне у него произошла полюция И он спросил у своих спутников, могу ли я очиститься песком Они ответили, мы думаем, что ты не должен очищаться песком Если можешь искупаться водой Он искупался и умер Вернувшись, люди рассказали об этом посланнику Аллаха Когда благословит его Аллах и приветствует И он сказал, они убили его Пусть же Аллах убьет их Почему они не спросили о том, чего не знали? Воистину, исцеление невежества – это вопрос Ему было достаточно очиститься песком Перевязать рану, обтереть повязку И помыть все остальное тело Передаются слова Имрана и Хусейна Да будет доволен им Аллах Да будет Аллах доволен им и его отцом И что посланник Аллаха сказал ему Молись стоя Но если ты не в состоянии сделать этого То совершай намаз сидя Если ты не в состоянии сделать даже этого То совершай его лежа на боку Пророк мир ему благословение Аллаха Еще сказал Вся земля сделана для меня местом поклонения И вся она сделана для меня чистой Пригодной для ощущения И где бы ни застала человека в Риму молитвой Он может помолиться там Пророк мир ему благословение Аллаха Практически воплотил для нас терпимость Так что она стала сияющим образом Свидетельствующим о величии ислама Он доблагословит его Аллах И приветствует пранамаз Который считается величайшим обрядовым знамением Аллаха Сказал поистине Я приступаю к молитве Желаю проводить ее долго Но когда слышу плач ребенка То сокращаю молитву из-за того Что знаю какое огорчение Чувствует его мать Из-за его плача А что касается отношений То исламский шариат Настоятельно призвал к терпимости И облегчению Устранению тягостей среди людей При купле и продаже А также при требовании прав Всемогущий Аллах сказал А те, которые уверовали Не пожирайте своего имущества между собой незаконно А только путем торговли По обоюдному вашему согласию Не убывайте самих себя друг друга Ведь Аллах милостив к вам Сура женщины Аят 29 Если должник находится в трудном положении То дайте ему отсрочку Пока его положение не улучшится Но дать милостыню будет лучше для вас Если бы вы только знали Сура корова Аят 280 Кроме того, наш пророк Мир ему благословен Аллаха говорит Да помилует Аллах того человека Который проявляет великодушие Когда продает Покупает И требует возврата того Что ему должны Он также сказал Всемогущий прощает человека Который проявляет крутость и легкость Когда он требует И когда что-то от него требуется Терпимость при продаже А значит, что продавец Не должен быть скупим Обвешивающим Дорого продавать Монополизировать товары А терпимость при купле А значит, что покупатель Должен легко относиться к продавцу И не присваивать себе имущество людей А терпимость при требовании прав А значит, что человек должен Снисходительно и мягко требовать Своего права Или возврата того Что ему должны Пророк Мир ему благословен Аллаха сообщил Что терпимость в отношениях Является одной из причин Спасения от огня ада В последней жизни Сказав Один мужчина вошел в рай Благодаря тому Что он проявлял Крутость и легкость Когда он требовал И когда что-то от него требовалось Посланник Аллаха Да благословите его Аллах и приветствует Сказал Когда с одного Из живших до вас Потребовали отчета После его смерти Оказалось, что он Не делал ничего благого Если не считать того Что будучи человеком состоятельным Он ввел разные дела С людьми И всегда приказывал Своим слугам Прощать долги Тем, кто испытывал затруднения И всемогущий и великий Аллах сказал Мы ведо обладаем Большим правом на это Чем он Оставьте же его Пророк Мухаммад Да благословите его Аллах и приветствует Также рассказал О некоторых стенах Судного дня Всемогущий Аллах В день воскрешения Говорит Посмотрите в ад Видите ли вы Кого-нибудь Кто когда-либо Делал добро Тогда находят в ад Одного человека Которого спрашивают Ты когда-нибудь Совершал добро? Он отвечает Нет Однако я проявляю Снисходительность По отношению к людям При продаже Тогда Всевышний Аллах Говорит Снисходительно Относитесь К своему рабу Так же Как он Сделал Со своими рабами Вот что Я хотел бы Сказать Я прощу Аллаха Прощения Для меня И для вас Валлах Всемогущий Всемогущий Повелел Своим Верующим Рабам Хорошо Обращаться Со всеми Людми Сказав Ва Ва И говорите Людям Прекрасные Сура Корова Аят 83 Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Сура испытуемая, аят 8. Кроме того, Абдулла ибн Умар да будет доволен ими обоими Аллах, когда у него резалось, овца спрашивал своего слугу, ты дал нашему иудейскому соседу, ты дал нашему иудейскому соседу. Если слышать пророка, да благословить его, Аллах и приветствуй, говорит, Джибрил не переставал давать мне наставление относительно хорошего отношения к соседу, так что я даже подумал, что он включит его в число наследников. Одной из форм терпимости является ищедрость. В этой связи имам Аш-Шафи'и досмелствуется над ним Аллах, говорит, «Используйте щедрость для покрытия дефектов, ибо она есть лучше покрытия. Никогда не унижайтесь перед врагами, ведь горе состоит в их злорадестве. Никогда не просите о скупих терпимости, ведь огонь пить не дают жаждущему». О, Аллах, дай нам правильно понять нашу религию, веди нас прямым путем, и дай нам вести других прямым путем, сделай нас причиной того, чтобы другие приняли правильный подход. Продолжение следует...